Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее время стоит, как всегда, очень острым. Железная дорога для всех, а для детей особенно, зона повышенной опасности. Однако из-за неоправданной спешки или беспечности взрослых и детей, нежелания пользоваться переходными мостами, тоннелями, пешеходными переходами, а порой просто из-за азарства и хулиганства, на железнодорожных путях и прилегающих к ним территориях травмируются и гибнут люди. В целях профилактики транспортных происшествий в зоне движения поездов в Самаре были проведены мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма на железной дороге. Вот подробнее об этих мероприятиях я говорю с моими гостями в студии. Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневоложского линейного управления ВД России на транспорте. И Раиса Чулпановна Лахтёнова, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 134 городского округа Самары. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Да, ну что же, я не устаю повторять, что традиционно мы встречаемся с вами как раз во преддверии либо летних, вот в данном случае осенних каникул. Алла Альбертовна, первый мой вопрос, наверное, традиционный мы начнем с цифр. Скажите, пожалуйста, какие цифры вы можете привести по детскому травматизму? Ну, лето прошло, сейчас осень. Я хочу сообщить, что не было у нас в этом году детского травматизма. Ни в одну семью вот такое несчастье, горе не вошло. Была попытка суицида, но это немножко другая история, это уже с медициной связано. Мы старались вовсю, и летом, и весной, и осенью, в любые каникулы, а в летние особенно. Мы все время проводили на объектах транспорта. Скажите, пожалуйста, вот все-таки профилактическая работа – это одно, но все равно как сделать так, чтобы в детские мозги навсегда зашла и никуда не выходила эта информация, что нельзя зарывать и бегать на железной дороге, вот о чем я сказала вначале? Во-первых, эта работа должна проходить постоянно. И вот не назойливо, уже ушло то время, когда пришли, пробугнили лекцию, и в лучшем случае показали картинки. Нет, дети современные, дети хотят говорить на равных, дети хотят видеть какой-то современный ролик, какую-то современную игру, даже бродилку-игру по правилам безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Поэтому вот мы ходим в школы, а вот 134-я школа, я всегда говорю, что поезд ходит прямо по подоконнику, прямо станция школьная при подъезде к Самаре, прямо школа находится. Поэтому мы в этом году, ну, всяческие методы испробовали. И кукольный театр приводили, и прямо на вокзале проводили спектакль. Актовый зал нам железнодорожники предоставили. Это в преддверии Дня защиты детей. Это и большой детский праздник на вокзале, спортивный, тоже с бродилками, с различными играми. Это и акции «Дети детям». И даже то, что мы сняли совместно с вами ролик. Ролик о том, как надо себя вести на железной дороге. Не секрет, что дети идут в школьные лагеря, живут они рядом с дорогой, значит, пересекают ее. И поэтому с детьми мы сняли вот этот ролик. Элементарные правила перехода железнодорожных путей. Как старались дети, как они старались. Вы знаете, и стихи рассказывали, и как-то вот с таким выражением, и с удовольствием таким. И самое главное, мы привлекли на свою сторону родителей. У нас возникла такая идея. В конце, значит, августа мы пошли в школу и предложили, что давайте от имени директоров, все-таки директор – это самый уважаемый человек в школе. И отправим в родительские чаты информацию нашу. Это лекции, это фильмы, это видеоролики. Для того, чтобы родители с детьми дома посмотрели и обсудили. И вот потом нас пригласили на родительское собрание. Это все каникулы пока были. Каникулы – это конец самого августа. Мы показали им очередной ролик про историю одного мальчика. И мы обсуждали. Вы бы видели лица родителей. Родители очень, оказывается, заинтересованы. Вот честное слово, для них, может быть, открывается что-то новое совершенно. И ребенок в новом виде, и работа в школе. И они, да, понимают, что эта тема очень актуальна. И постоянно с детьми говорят об этом. Поэтому все лето, все каникулы мы именно посвящали безопасности. Это постоянное нахождение нас на объектах транспорта. Это в школьные лагеря. Это различные конкурсы. И вот это операции «Дети детям». Алла Альбертовна, давайте мы не будем забегать вперед. Мы обо всем, давайте остановимся поподробнее и попонятнее. Мы, конечно, все это осветим. Да, вот они бегом-бегом. У меня к вам вопрос. Вопрос, Раиса Чулпановна, скажите, пожалуйста, вот Алла Альбертовна сказала, что поезд в вашей школе буквально ходит по подоконнику. Адресу этого подоконника какой? Это первый мой вопрос. И скажите, действительно ли вот эта проблема железнодорожного травматизма для детей, которые учатся в вашей школе, действительно очень актуальна? Ну, Алла Альбертовна права. Наша школа находится в железнодорожном районе. Это поселок Шмидт или Запонской, как в народе говорят. С одной стороны мы отрезаны от инфраструктуры города железнодорожными путями, а с другой стороны у нас река Самарка. Так, тоже еще один объект повышенной опасности. Для нас профилактика, работа на опережение на первом месте стоит. Это в первую очередь детей, конечно же, нужно во внеурочное время занять. В школе есть и спортивные кружки, в школе есть спортивная площадка, секции. Да, но наши же ребята, и так и должно быть, драм-кружок, кружок по фото, и еще мне петь охота. Поэтому они и в ЦВР-лидер ходят, и в ЦВР-парус, в музыкальные школы. И, естественно, каждый раз ребенок, особенно вот среднее звено, переходит через объекты железнодорожного транспорта. Как залетий дополнительно не занимай, а идти в школу и домой необходимо. Это необходимо, поэтому на первую очередь у нас профилактика на первом месте. А вот как вы считаете, все-таки это работа родителей должна быть в первую очередь или школы? Мне кажется, здесь, когда ребенок особенно идет в первый класс, на первые полгода, нужно в любом случае его провожать и встречать в школу, тем более, что такой объект повышенной опасности. Как вы считаете, Алла Альбертовна, вы и вы продолжите как педагог, чья это забота? Научить ребенка около объекта повышенной опасности правильно переходить дорогу. Знаете, я считаю, что здесь вот все методы хороши, и мы все важную функцию выполняем. И мы должны, и школу должны. В первую очередь? В первую очередь. Ну, конечно, родители. Конечно, из семьи все это идет. И поэтому воспитать родителей мы тоже должны. И обращать внимание, в первую очередь, родители. Потому что самый уважаемый человек в семье для ребенка – это мама с папой. Хорошо, мама с папой не научили. Дальше что делать? А дальше уже мы со школой приступаем. Очень важно, что вовремя, чтобы дети узнавали, познавали, и даже своим родителям передавали это. А мне вот в школе сказали, что надо вот именно так делать. Тогда мама с папой призадумаются. И будут уже делать так, как положено. Так. Ваше мнение, пожалуйста, Раиса Чулповна. Но я хочу добавить, что очень важно, чтобы эта работа была, во-первых, не от случая к случаю, а систематически. Систематически и постоянно. Чтобы она была интересная не только для детей, но и, как показывает практика, для родителей. Это различные квесты, это экскурсии, это беседы элементарные, даже съемки ролика. Когда оно все заинтересовывает, и чем больше ребенок с родителями проговаривает, мы сколько угодно можем говорить. Дети в первую очередь берут пример с родителей, со своих. Если мама говорит, я сейчас тороплюсь, ты сам не делай так. Но мы сейчас с тобой вот здесь пойдем. В следующий раз ребенок будет торопиться, и он пойдет именно там, где повела его мама. А если бы он вспомнил, что они правильно перешли, да, а не нарушали вот эти вот правила, то он бы наверняка пошел бы обязательно. Мы сколько угодно в след можем пальчиком грозить родители в первую очередь. Пример для своего ребенка. Алла Альбертна затронула тему пришкольных лагерей. Давайте мы поподробнее на ней остановимся. Скажите, вот именно в летний период эта работа проводилась с вами, проводилась очень интенсивно. Вот здесь важная часть работы именно в летний период. И, кстати, скоро ведь осенние каникулы, Алла Альбертовна, да? Да, в летний период работали пришкольные лагеря. Пришкольные, то есть они при школе. Детки шли, это в основном первый, пятый класс, где-то вот так, с первого по пятый, то есть маленькие дети. Хотите, не хотите, но шли они через железнодорожные пути, вдоль железнодорожных путей. Поэтому надо было элементарно научить детей, как правильно переходить через железнодорожные пути. И вот мы этот ролик сняли. Это были учащиеся ваши с первого по третий класс. С каким вдохновением они все это рассказывали. Именно как переходить железнодорожные пути. Фильм мы назвали «Апрельские тезисы». Почему? Потому что у нас есть, у нас идеальный локомотив «Паровоз». И Владимир Ильич Ленин, дедушка Ленин, настоятельным детям рекомендовал, как же нужно все это делать. И в такой интересной форме, в стиле стихов «Огни и борту» дети рассказали своим сверстникам. И мы вот этот фильм, это видео во всех школьных лагерях показывали. Давайте наша программа не будет исключений, Малой Альбертовой, но мы тоже посмотрим. Мы в одной из программ показывали этот видеоролик. Он такой достаточно интересный, яркий. Давайте посмотрим его и сейчас. Давайте, давайте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Товарищи, мир, труд, май! Соблюдение правил дорожной безопасности на железной дороге архи нужно и архи важная задача на сегодняшний момент. АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, что главный враг на сегодняшний день – это наушники, которые вы забываете снимать во время перехода через железнодорожные пути. Обязательно нужно снимать капюшоны, обязательно нужно смотреть по сторонам, нет ли где приближающегося поезда. АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, жизнь ваша напрямую зависит от вашей внимательности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите на вокзал. Здесь большой красивый зал. Здесь часы висят у входа. И полным-полно народа. Все торопятся, бегут, вещи разные несут. И садятся в поезда, чтобы уехать кто куда. Чтобы вы не потерялись, без присмотра не остались, взрослых за руку держите. И от них не отходите. И от них не отходите. Вот ступенька выше, выше, вот видны вагоны крыши. Перейдем легко и просто через пешеходный мостик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через рейсы нас ведет пешеходный переход, но поэтому народ здесь уверенно идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, продолжаем разговор, да? Я вас немного прервала. Так вот, важность работы в пришкольных лагерях именно с детьми. И здесь, кстати, наверное, будет актуально рассказать про акцию «Дети-дети», Малая Альбертовна. Да. Пришкольные лагеря, я повторяю, это при школах. Дети, правильно Раисюлпан сказал, дети не заняты летом, и мы должны занять их досуг. И не просто занять чем-то, а чем-то умным таким, полезным, чтобы они себя почувствовали умными, полезными обществу, и то, что они делают очень важную работу. Во-первых, значит, детям жилеты выдали, как железнодорожникам. Они тут же прониклись... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, с таким чувством, что они действительно... Вы знаете, поскольку мы эту работу с детьми на железной дороге проводим часто, приехали мамы, которые очень болели за своих детей, и тоже принимали участие. Почему? Потому что они уже привыкли, что раз железная дорога, значит, чем-то и нас займут, что-то мы новое узнаем. Выдали жилеты, дети подходили к прохожим, которые нарушали всевозможные правила перехода железнодорожных путей, рассказывали им стихи из этого ролика, дарили им книжки, раскрашки для детей, для внуков, дарили им различные плакаты. И, вы знаете, кому-то было стыдно. Говорю, ой, ну, ребята, ну ладно, я не буду так больше. Вот торопилась. Они, нет, послушайте нас. Это начинали хором рассказывать. Кому-то было смешно и весело, но, во всяком случае, мы обратили внимание... Это запомнилось однозначно. Однозначно на всю оставшуюся жизнь. Как детки... Детки-то маленькие совсем. Ну, первый, второй, третий класс. Они действительно маленькие. Но они, понимаете, они с таким вдохновением, они понимали, что они важны сейчас, что они несут важную миссию – научить взрослых, научить детей, как надо себя вести на железной дороге. И я так думаю, что мы продолжим эту работу, и ролики снимать будем, и акцию эту проводить будем обязательно. Вы все это проводили с учениками 134-й школы. А вот давайте теперь ваше мнение послушаем, насколько эта работа, ну, просто необходима подрастающему поколению. Это необходимо. Я уже хочу вернуться опять к разговору о том, что она систематическая должна быть. И если в конце учебного года мы смотрели спектакль театра «Маскарад», который был направлен на безопасное поведение, это было интерактивное действие, дети с удовольствием посмотрели, вся начальная школа, спасибо железнодорожному вокзалу, нам предоставили уютный зал, экскурсию провели затем. Детям перед каникулами напомнили. Но в конце августа традиционно сложные для всех дни. Ребята возвращаются, во-первых, подзабыв о правилах безопасности, они даже... Ну, расслаблено, потому что не было, конечно. У них расслаблено, конечно. И вот здесь традиционные акции безопасность на железной дороге. Дети детям. Когда я только отзвонилась родителям, ребятам сообщила, классным руководителям, что мы опять идем в очередной раз, знаете, отказывающихся не было вообще. Они с удовольствием, Алла Альбертовна знает уже от первого класса, и до 11-го в нашей школе. Ребята пошли. Они пришли такие воодушевленные им самим. И раздаточный материал достался, и призы достались. И они еще раз не только себе напомнили, и окружающим, и они детям рассказывали в классе затем. Но это еще не все. 1 сентября на линейке День знаний Алла Альбертовна пришла к нам в гости, но не одна, а с начальником отделения ЛУВД, Рожновым Олегом Анатольевичем. Пришли они, чтобы опять напомнить, поздравить нас с праздником, но не с пустыми руками. Детям подарили светоотражающие бейджики, раздаточный материал раздали. Кроме этого, они раздали еще ребятам карточки безопасного пути. И вот эта работа от деток плавно перетекла в работу с родителями. Потому что дети дома с родителями еще раз они прошли по безопасному пути. В этой карточке отметили, где у них железная дорога, с какой стороны, где у них пешеходные переходы, и как они пойдут. Вот с родителями они нарисовали, прошли туда и обратно, и эта карточка при них. Вот действительно, какую работу проводите Алла Альбертовна на протяжении ведь уже не одного, наверное, даже десятка лет. И сколько на вашей работе спасенных детских жизней? Ну, понимаете, вот тут кто кроме нас? Раз уж мы пошли по этой стезе, значит, мы ее должны выполнять честно, должны идти до конца. Я хочу сказать, что у меня в подразделении в основном парни, мужчины работают, сами папы, сами переживающие за своих детей и за чужих детей. У нас вот случайных нет людей. Да. Вот нет случайных людей. Ну вот скажите, вы как давно вот с этой именно школой ведете профилактическую работу? Сколько лет? Ну, так вот, ну, примерно на память. Ну, лет... Ну, не меньше десяти. Не меньше десяти. Ну, больше. Скажите, даже за это время ни одного случая именно в вашей школе не было? Нашей не было. Не было. И так и дальше. Мы очень будем стараться. Я просто очень уверена. Да. Значит, мастер-класс со студентами педагогического университета по проведению мероприятий с учащимися по безопасности. Вот тоже такое новое направление. Лальберт, расскажите. Светлана Юрьевна Бакулина, это ректор педагогического университета, вышли с инициативой, что учащиеся, студенты, они едут в отдаленные деревни, села на практику. То есть они работают учителями целую четверть. Там же они должны пройти практику и как кластер-руководители провести какое-то мероприятие. И мы решили, что а почему бы не по безопасности, почему бы не про железную дорогу? Мы подумали, потому что сентябрь у нас традиционно вот прямо какой-то звездопад учащихся колледжей, техникумов, да и институтов тоже. Ребята, которые приехали из сельской местности, из отдаленных деревень, которые даже трамвай не могут отличить от электрички. Им надо об этом о всем говорить. И вот мы почувствовали свою вину, что да, дети-то этого не знают, а по чьей вине? У них там не ходит трамвай и не ходит электричка. И это надо нам рассказывать. Кроме того, были звонки нам, когда мы проводили конкурсы и челленджи, что мы тоже хотим принять участие. Опять же, из отдаленных школ. Мы им посчитали, а почему бы нет? Вот сейчас мы для тех студентов, студенток проведем мастер-класс. Мы предоставим вот вообще всю наглядную агитацию, все видеоматериалы. Только возьмите этот проект, только работайте. Да, мы дадим лекции наши. Лекции, кстати, все они проверены и одобрены ведущим специалистом в области детской психологии в Клюевой. Это при правительстве Самарской области. То есть мы все это проверяем. И вот, пожалуйста, у каждого из вас будет, кроме того, есть у нас областная детская библиотека, там замечательные люди работают. Мы летом тоже приглашали детей, активистов, которые в этой библиотеке занимаются. Мы провели экскурсию, рассказали мы о правилах поведения, показали в вагоне по безопасности видеоматериалы. И сейчас эти все материалы также предоставляем в областную библиотеку. И что очень важно, во все, в любой отдаленной деревне есть школа и есть маленькая но библиотека. И во все эти библиотеки будут направлены наши материалы для проведения тематических занятий со школьниками. Да, хорошо там какие-то провести, но они такого-то не проводили, не видели этого. И почему бы на это не обратить внимание? Потому что сельская школа, для них вот эти все события очень важны. Это наши дети присыщены вниманием. А там они, ну мы посмотрели, дети-то довольные, дети-то радостные. А вы отсылаете материалы, которые находятся села именно вблизи железной дороги? Во все, во все, во все школы, Самарской губернии. Просто чтобы для общего кругозора, чтобы знать, что это такое, конечно. Но они же потом приезжают к нам, эти дети, они приезжают и поступают учиться. И надо так, чтобы они эти правила знали, хотя бы элементарные правила знали. Скажите, пожалуйста, Раиса Чумпавловна, а вот вы совместно придумываете вот такие интересные проекты вместе с Аллой Альбертовной и с линейным управлением Средневоложской МВД России на транспорте? Либо, может быть, выступаете инициаторами каких-то интересных проектов? Над чем сейчас работаете? Вот, как я опять уже сказала, скоро осенний каникул, а дальше уже зима. Но что-то новое, интересное, креативное готовите? Шизнь диктует свои законы. Часто Алла Альбертовна со своей инициативой. А иногда у нас возникает, вот сейчас возникла идея провести в начальной школе конкурс плакатов. Но, чтобы на этом не закончилось, а выйти с этими плакатами-победителями опять на пешеходные, на эти переходы железнодорожные к 59-й школе, рядом с нашей школой, чтобы донести до детей вот эту информацию. А какая основная информация несется для детей, когда вы говорите о безопасности? Ну, во-первых, где и как переходить надо. Почему? Вот это можно, а вот это нельзя, например. Где и как? И что можно, что нельзя? Рассказывайте, Алла Альбертовна, у нас программа тоже носит профилактический характер, и поэтому расскажите о правилах правильного поведения вблизи железной дороги. Допустим, вот железнодорожный вокзал. Мы так с детьми начинаем, мы бьем в колокол, который на первой платформе, и так, ребята, пойдемте. Мы переходим как? Тоннелем идем сначала. Дети, это тоннель, показываю. Вот мы дошли до пешеходного моста. Тут дети вспоминают стихотворение, которое мы с ними, я им читала, что перейдем легко и просто через железнодорожный мостик. Значит, выше-выше, вот видны вагоны, крыши. Вот мы идем этим пешеходным мостом, дети любуются, восторгаются. Вот он, оказывается, какой. Я говорю, вот здесь надо ходить. И настил. Потом мы смотрим, где у нас настил. И все мы это показали в ролике. Вот это главное, основное, но всегда говорю, что возьмите маму или папу за руку, что на вокзал место опасное. Это одно из первых правил, то, что вы должны находиться вместе со взрослыми. Взрослых за руку держите и от них не отходите. Алла Альбертовна, давайте еще коснемся темы экстремальных селфи. Были ли в этом году зафиксированы случаи? Вот этого, такого баловства, мы с вами очень много в передачах об этом говорим, уделяем внимание, а также наушники, капюшоны. Проговорим давайте и эти моменты. Наушники, капюшоны, вот это, знаете, красной нитью через все выступления наши проходят. И вот когда челлендж был, то же самое. Дети очень много об этом говорили. Наушники, капюшоны, наушники, капюшоны. Потому что по статистике, 90% несчастных случаев с детьми, это потому что они находились в наушниках, в наушниках в капюшоне. И не только у детей. И взрослых, конечно, постоянно видишь. Да, наушники и бегут. И не глядят, не видят, не смотрят, что опасность-то вот она в нескольких метрах. Об этом мы говорим постоянно. Ну, в этом году, я опять постучу по дереву, не было у нас таких случаев. Но мы стараемся, мы предупреждаем. И дай бог, чтобы этих случаев и не было. Ну, а потом селфи. Во-первых, сейчас очень замечательно железная дорога работает, да просто так не попадешь. Во-первых, заборы. Это очень важно, очень нужно. Постороннему там делать нечего. Ни фотографии, ничего. Хотите пофотографировать? Вот, покупайте билет, идите на экскурсию на железнодорожный вокзал. Вся прелесть Самары, стрелка Волги и Самары, все видно, смотрите, фотографируйтесь. А то, что мы разъясняем, пойдете туда, ну, ребят, не обижайтесь. Это, как правило, летальный исход. И у нас есть видео про это. И фильмы, и мультфильмы. И вот последний ролик у нас. Это история одного мальчика, где мама обращается к родителям, ко всем остальным. Почему так произошло с ее сыном, что он ушел гулять в мае, а вернулся домой в октябре без ног. Лежал в больнице. Это очень страшные слова. Мы не детям показываем этот фильм. Нет, это страшно. Мы показываем родителям в родительских собраниях. У вас тоже какое-то заслание. 7 сентября у нас было общей школе. Шоковое состояние у родителей. И после собрания Алла Альбертовна уже провела беседу. Она уже ответила на все вопросы. Но к ней подходили, подходили, подходили. И, казалось бы, все взрослые люди знают правила поведения. Как вести себя в электричке, как вести себя на платформе. Но задавали, задавали взрослые люди вопросы. Для них это было шоком. И хочется, знаете, отметить то, что после вот этого собрания родителям, ну, скорее всего, наверное, настолько в душу запала вот эта трагедия этого ребенка, что у нас карточки заполнили все 100%. Они все проговорили со своими детьми, как он идет, куда он идет, и где он должен быть, в какое время. Ну что же, наше время подходит к концу. Алла Альбертовна, заключительное слово по традиции предоставляю вам, чтобы хотели сказать особенно ученикам, ну, и, наверное, студентам тех учреждений, которые находятся все-таки близко к железной дороге, и на что нужно обратить внимание на время осенних каникул. Я хочу пожелать вам, ребята, крепкого здоровья, мирного неба. И самое главное, выполняйте элементарные правила безопасности. Тогда все у нас с вами будет хорошо. Возникает вопрос, приходите на вокзал. Меня там все знают. Отвечу на все вопросы. Никого не выгоню. С каждым побеседую. Благодарю вас за участие в передаче. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну и, конечно, как вы поняли, железная дорога – это не место для игр. Железной дорогой нужно пользоваться исключительно для путешествий. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова